Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 96, упражнение номер 165. Прочитайте стихотворение Сефа «Весна». В каждом человеке прячется весна. Если ты печален, значит спит она. Ну а если ты запел на бульваре в стужу, значит, что весна в тебе вылезла наружу. Какие слова в переносном значении использовал автор, чтобы передать настроение человека? Почему автор так назвал стихотворение? В переносном значении потреблены слова, чтобы передать настроение. Спит весна, прячется, это если плохое настроение. И вылезла, это если хорошее настроение. Автор назвал стихотворение «Весна», потому что он считает, что в каждом человеке есть весна. И объясняет, когда весна у человека видна, а когда нет. Спешите или запишите по памяти первые два предложения. Первые два предложения. В каждом человеке прячется весна. Если ты печален, значит спит она. Запишем этот стихотворный текст, каждую строку за главной буквой. В раздельно каждом человеке прячется весна. Если ты печален, значит, спит она. Определим, к какой части речи относятся выделенные слова. Весна это имя существительное. Ты это местоимение. А она местоимение. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.